Ну вот еще такая интересная новость, как почитали риэлторы, самые дорогие квартиры в Южном федеральном округе находятся, конечно же, в Крыму, в Ялте и в Севастополе в том числе. Они находятся на втором и третьем месте, соответственно, в Ялте продает собственник свой пентхаус за 240 миллионов рублей. Это, можно сказать, настоящий дворец с прекрасным видом на море и внутри вместе с этим пентхаусом продается и вся мебель, весь декор и так далее. Ну а третье место занимает город-герой Севастополь. Там дом чуть подешевле, всего 115 миллионов рублей, но тоже выполнен в таком дворцовом стиле. Надо отметить, что в этом списке не только Крым, сюда же попадает еще и Краснодарский край. Там чуть-чуть дешевле, конечно, угодья, но также суммы невероятные. Но есть и те люди, которым для максимального комфорта, для того, чтобы было хорошо жить, такие условия не нужны, они обходятся гораздо более... Без дворцов, без машин и даже, хотелось бы сказать, они могут бросить все. Это настоящие кочевники, которые переходят жить в лес. И вот у нас в Крыму есть свой настоящий крымский индеец. Индеец по духу, конечно же. Но о том, как он живет не где-нибудь, а в Вигваме, предлагаем посмотреть и узнать прямо сейчас. Лес, чистый воздух и ледяная вода из колодца. 11 лет назад программист Дмитрий Прохоров променял городской комфорт на жизнь кочевника. Купил мотоцикл, переехал в Вигвам и даже сменил имя. Теперь его зовут Южный ветер. 11 зим уже перезимовали в разных местах. В одном месте зимовали дважды. Понравилось, под судаком. А так, каждую зиму в разных местах. Ну, месяц-полтора переезжаем. Живет Дмитрий в Типе. Это переносное жилище кочевых индейцев. Его он собрал из сосновых веток и брезента за полтора часа. В любом месте Типе можно дотронуться до земли и увидеть небо. Если это правило не соблюдается, значит, это уже не Типе. На внутренней стороне чехла традиционная символика североамериканских индейцев. Пространство разделено на две зоны. Справа женская, слева мужская. Есть место для сна, алтарь и очага входа. Веточки самые специальные. Выбираем самые красивые, чтобы гостям было приятно их подбрасывать в огонь, чтобы никто не мерз. И не колючие. Лучше всего использовать, конечно, дуб, клен. Такие породы, которые не стреляют. Скумпию нельзя использовать. Нельзя, потому что искры из этих дров могут прожечь одежду. А без костра никак. Во-первых, он нужен, чтобы согреться. Во-вторых, для приготовления пищи. А ведь в таких условиях даже чай получается особенно ароматным. Тем более, что варят его из сезонных трав, собранных в горах. Одно из главных украшений жилища – ловцы снов. Они повсюду под куполом, на стенах и даже на деревьях у входа. Таких оберегов Дмитрий создал около 10 тысяч. Ловцы снов, конечно же, гармонизируют пространство, улучшают настроение, приносят удачу. Вот видите, паутинка и дырочки. Плохие сны путаются в паутинке, хорошие пролетают в дырочки и снятся. В основе дикая лесная лоза, собранная в определенный период года на рассвете перья, полудрагоценные камни и нитки. Делают их исключительно, находясь в хорошем расположении духа. Ведь завязывая каждый узелок, принято желать счастья будущему владельцу. Александр Корнович, Татьяна Балыкина, Ольга Литвиненко. Утро нового дня. Александр Корнович, Татьяна Балыкина.